Сельхоз товаропроизводители Верхневолжи получат субсидии в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Такое решение принял губернатор Игорь Руденя на заседании Кабинета министров. Более подробно о мерах поддержки рассказывает наш корреспондент. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции сельское хозяйство в приоритете. Региональных производителей необходимо поддерживать, заявил Игорь Руденя. Жизнь должна двигаться, а сельское хозяйство особенно должно работать ритмично, с учетом сезонности. И никакие события не должны нарушать ход работы этой отрасли, потому что она ключевая. Для поддержки агропромышленного сектора Тверской области уже направили более 115 миллионов рублей. Эти средства предназначены для 177 хозяйств. Размер ставки субсидий для зерновых и зернобобовых культур составит 1000 рублей на гектар. Для кормовых 600 рублей на гектар. Для овощных – 4500 рублей, для льна-долгунца – 10 тысяч рублей. Также определена ставка субсидий для элитного семеноводства. 14 миллионов рублей распределят между 52 получателями. Кроме того, поддержку получат и несколько других смежных отраслей. Речь идет о развитии водноводства, молочной сферы. Это средний и малый бизнес, это субсидии при реализации одного литра молока. Мы продолжаем эту работу по системному наращиванию возможностей наших предпринимателей. В 2020 году для хозяйств региона предусмотрены субсидии на содержание племенного поголовья, сельскохозяйственное страхование в области животноводства, приобретение племенного молодняка, поддержка собственного производства молока, развитие мясного животноводства, повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Поддержка оказывается в рамках государственной программы развития сельского хозяйства. Общий объем средств по этим направлениям составит более 214 миллионов рублей. Продолжение следует...